я вас приветствую смотрю и думаю скоро эта панорама изменится во всех смыслах слушайте эти ящики ужас какой-то этикетки пишу что где лежит знаете я не могу избавиться от ящиков сейчас каком смысле избавиться запечатать их уже тут сложить них все запечатать окончательно почему потому что я не знаю сколько цветов мне нужно будет запечатывать какие-то другие ящики не те которые например дочь там привезет не те которые у меня есть большие высокие то есть я не знаю сколько мне ящиков займут цветы вот так вот если точнее также вот это этот комод в который я собираюсь упаковывать большие цветы я собираюсь кроме ящика все равно дошла я имею ввиду картонных потому что здесь вот такие глубокие глубокие хорошие ящики я собираюсь сюда положить цветочки свои ну может если мне удастся и даже что-то так и сниму потом закрепить и пускай ну будет в ящике и потом мы замотаем это вокруг обернем пленкой наверное это все придется делать так сказать 20 числа но это я уже говорил это я углы оклеила думал аж я буду быстренько это пленкой затягивать а потом оказалось что хочется туда разместить цветы ой товарищи скоро панорама изменится наконец-то и буду видеть эти бесконечные окна этих надоели они уже ужас какой-то а буду видеть что-то другое красота это же я вот вчера брюга тут порастягивала веточки в разные стороны потому что это было все таким одним кустом я их знаете так пораздвигала в разные стороны эти цветочки чтобы они хоть как-то как-то могли показать свою красоту а то были таким этим жужбам как говорила моя мама ой ну а если пройти дальше туда то там господи еще хуже зрелище да там то хуже но тут тоже гулые стены на которых висели вышивки боже везде коробки эта коробка в ожидании может цветы может одежда вместится знаете я пока одежду вот сюда в ящик господи не в ящике вот такие вот эти в пакеты поскладывала дальше будет видно стульчик стоит уже сока запечатаны значит в шкафу практически ничего уже нету остались одни вешалки на эти сука вешала ужас какой-то и осталось тут несколько блузочек которые так сказать планирую использовать в оставшиеся дни а так такая пустота 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 интересно мне кажется там шкаф весь такой по величине не немного больше потому что он там на целую стенку так что тут у нас сегодня на сегодня 23 градуса ой проходим дальше проходим дальше значит это как я уже говорила я начинаю привыкать начинаю привыкать жить в такой обстановке а знаете иногда показывают у людей такое есть квартире так ящики это я вытащила вот это знаете для грязного белья она у меня практически эта штука новая мне никогда грязное белье не складывала когда его старальную машину пихаю то хочу спросить у дочки если ей надо ей отдам если ей не надо не знаю выставлю может в подъезд если кому надо пусть забирает вот эти идут всякие стоят тоже пока не знаю то есть буду ли запаковывать это все ящики или нужно будет вот смотрите у меня два таких стояла в шкафу куда так ну всякие мелочи складываешь там вышивальные и прочее а один я вот оставила еще спрошу дочери если ей нужно может быть она заберет но я то что в нем было от в этом то ящики я вытащила то я тогда дам ей это а то что из ящиков не знаю мешки поскидают мешков у меня вот полно вот вот из-за этого что я не знаю сколько на ящиков пойдет на цветы я не могу и вот это все запаковать то есть либо я уже его запаковала либо 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 можно будет то есть добавить сюда и запаковать либо использовать либо использовать вот эти вот еще ящики но это же еще не все увидели а вот тут а тут что делается ужас какой-то но тут написано кухня тут я всякие в баночках эти сыпучие дальше сюда он поставила электро мясорубку часть от нее вторую часть пока ну запакую сюда я же думаю думаю может я высокую коробку может мне эти не понадобятся а может понадобятся вот это я вчера подготовила на всякий случай найти как они там называются ящики то есть я их уже снизу заклеила и вырезала ручки на них для того чтобы при необходимости ими можно было уже воспользоваться ой бедные цветочки сегодня надо было хотела постирать мне сегодня не хотела постирать я хотела постирать позже на пару дней но потом подумала сегодня такой хороший день начался может быть мне сегодня постирать так я уже хотела хотела потом так сказать перехотела а если точнее сказать я не перехотела передумала потому что с утра какая-то была подозрительная погода то ли солнце то ли как-то пасмурно я подумала вдруг дождь пойдет то ну его в общем постираю следующие пару дней посмотрела кстати в интернете прогноз погоды а там вроде прогноз погоды не обещает дождей что самое интересное опять обещает дождь в тот день когда мне надо переезжать и на 10 часов утра может они передумают еще раз поменяют погоду ну такой какой-нибудь может будет такой знаете моросящий дождик а вот кстати смотрите еще один цветочек наверно кто-то опылил вот точно вот такое у меня впечатление что его опылили видите он там так закрылся весь так вот когда если просто засыхает цветок то он не такой не так немножко выглядеть а это что-то тут кто-нибудь ко мне тут залетает и опыляет может пчелки какие-нибудь а кто его знает дверь открыта все время ой бедные мои цветочки и надо же было чтобы решили меня перевозить именно тогда когда они нам все по расцветавты но не все правда там моя самая первая еще только собирается наверно успеет к переезду распустить один цветочек да хорошо людям у которых нету такой оранжерея как сказала моя дочь у тебя такая оранжерея они же не могли подумать что ты будешь переезжать с такой оранжереей я говорю да это точно что такая оранжерея посмотрите какая андора красивая да сколько в ней уже один два три четыре пять пять тут и на веточке два цветочка распустила ой красота такая знаете такая классная орхидея и и так легко опознавать то есть посмотрел и видишь что это такая а сюда я переставила тут у меня стояла это как она там называется мантря сюда переставила гринпанду да тут вообще тут не веточки по разбирать нельзя не посчитать цветочки нельзя я так думала думала их подсветать потом посчитать цветочки посчитать потом передумала тоже их ужас сколько ну а на балконе обычно у меня стояла только это сушилка маленькая а теперь и большую я оставила от своей последней стирки когда там я стирала позавчера кажется ой подумала не буду складывать может на днях же постираю постельная смотрю на свою эту люфу такая какая-то она я же ее обработала после тли ну вроде тля так передохла вся вроде бы растет ну я передумала их отправлять в люфа рай пускай растет этот цветочек кому-нибудь отдам кто придет меня тут выгружать перегружать помогать то тому этот цветочек в сучу ну жалко как-то знаете избавляться он такой молоденький поэтому от него жалко избавляться держусь за дверь и перешагиваю балкон то есть с балкона балконный порог этот какой вот дурак тут дело господи ну сделали бы его уже такой на уровне пола а то знаете так каждый раз и думаешь хоть бы не загреметь эти какие цветочки красивые да и сколько их ой красота неописуемая какой удивительный цветок и такие и такие цветочки на одном растении орхидеи такие удивительные цветы они такие дарят эти тебе какие-то сюрпризы вот правильно сказать сюрпризы так я мантрею сюда переставила тоже будет кустик видите какой будет классный кустик ой тут веточек вот веточка одна вторая третья четвертая там пятое это основной цветонос но она у меня так шикарно цвела и прошлый раз и еще даже от старого он там цветоноса тоже какая-то там веточка и тоже там он какие-то бутончики поразвесила сверху цветонос засох поэтому я его обрезала а затем не некоторые задают вопросы а вот что вы делаете с цветоносом и хотят чтобы я ответила одним словом это невозможно поэтому я пишу плейлист уход за орхидеями заходите в плейлист уход за орхидеями смотрите что я делаю со цветоносами там подробно рассказано с какими цветоносами что я делаю даже одним словом ответить нельзя вот а это вот постепенно тоже так цветочки осмотрите сэншин но так по одному цветочку ну засушивает на этой веточке по одному по одному так постепенно ну не знаю так ей нравится так ей хочется а я вот это бьюти ой точно бьюти да еще красивая орхидея таким каким-то удивительным цветом что так смотришь и так знаете такую редко можно встретить но это я не в магазине купила это я купила на рынке и она была такого паршивого качества это мое я уже не помню то ли первое домашнее цветение то ли второе первое по моему нет второе наверное надо посмотреть точно и вот мне удалось получить такое от нее прекрасное цветение красотень какая так ну тут такой инсбрук белая орхидея тоже такое удивительно красивая здесь тоже так ничего посмотришь играция красивая ну тут там аделаида такая аделаида есть видео как я ее купила по моему да она такая была какая-то паршивенькая теперь корней нарастила цветонос какой нее должны быть большие белые цветы по моему так да я ее так покупала поэтому хоть бы довести ее с этим цветоносом ну и там на самом верху там у меня справа кимоно слева этот как он там называется вивальди в общем так каждый раз зайду посмотрю и думаю довезу ли я их или нет знаете коробка тоже подготовленная мной в ожидании сегодня дно заклеила ручки прорезала бумага вот здесь нарезанная ждет заворачивание диван ждет завернуться ну завтра завтра дочь приедет поможет мне завернуть диван вот эти подушки и сам диван ой что такой чё он такой здоровенный мир не казался что он такой здоровенный такой тяжелый а я же его когда его привезли в коробке они его не в коробке он был завернутый тоже в эту пластик я чего туда-сюда крутила и на папа оставила и двигала я сейчас даже представить себе не могу что я такое вытворяла в прошлом году то а теперь не теперь я такого не могу себе даже и представить так ну ладно я тут сегодня рассольничек заварганила на обед пойду-ка я наверно пообедаю ну а вы так сказать полюбовались цветочками правда красота какая ну увидимся еще